Аккуратно сесть и не убиться в этот ствол. Аккуратненько. Привет, меня зовут Света, и ты снова на канале Лени Лоренц. Добро пожаловать обратно на мой канал. Это видео я снимаю на новом месте, в новой квартире, в новом старом городе. На улице такая прекрасная погода, на кухне замечательный и мягкий свет, и поэтому сегодня я хочу рассказать немножко вам о новом моем месте жительства. Меня попросили рассказать немножко про обустройство, но я могу смело сказать, что вот эта квартира, где мы сейчас живем, мы снимаем ее, это лучшая квартира из всех, что у нас были. Она, я не могу сказать, что она шикарная, я не могу сказать, что она новая, эта квартира в довольно старом доме, а квартира не новая. Но, вы знаете, мне безумно понравилось, как ответственно к сдаче квартиры подошел хозяин этой квартиры. Потому что до этого все происходило довольно странно. Мы заезжали в квартиру, и там было просто, там было просто все. Книги, одежда, то есть все было заполнило. Нельзя было вот просто заехать, положить все свои вещи, разложить и начать жить. Приходилось начинать обустройство, не с покупки каких-то необходимых вещей и прочего, что такое обустройство. Для меня было всегда обустройство, это избавление от хлама, расчищение пространства, уборка. Это всегда было не очень так приятно, потому что ты приезжаешь в квартиру и надеешься, что там ничего не будет, потому что ты снимаешь квартиру, да, а не вещи, которыми пользовались другие люди для тебя. Да, причем чаще всего это хозяйские вещи были, особенно на прошлой квартире, там просто у нас была отдельная комната, мы практически в ней не жили, это была двушка, и там были шкафы просто заполненные всяким хламом, причем хламом. Вещи не наши, поэтому как бы разбираться с ними мы уже не стали. И да, обустройство, с чего всегда начиналось обустройство, вот именно с прибирания, убирания, скажем так. И никогда ни в одной квартире мне не получалось добиться вот того эффекта, ну, более-менее приятной квартиры, где мне нравилось бы творить, где я чувствовала бы вдохновение, где я смотрела бы по сторонам, и мне бы нравилась обстановка. Еще помните, когда я снимала свои видосы там «Прохну» и прочее, когда у меня были рыжие волосы, я жила тогда в квартире с желтыми обоями, вы наверняка могли видеть, что часто там царил у меня в комнате какой-то хлам, у меня были занавески совершенно рваные, непонятные, несмотря на то, что мы их истирали и все, пытались их как-то привести в порядок, но это не помогло, мы просто их выкинули. И желтые обои, эти они везде отклеивались, то есть вся квартира была в желтых обоях, они все отклеивались, и квартира требовала колоссального ремонта, но была огромная трещина в стене, через которую раздувал ветер, деревянные окна практически прогнили, через них тоже гулял ветер. Я болела постоянно, и зимой было настолько холодно, что я одевалась просто как капуста. Нет, сказать как капуста, это ничего не сказать. Я одевалась очень тепло, несколько носков, теплые носки, я одевала теплые кигуруми, сверху надевала еще какую-нибудь кофту, и спала в кигуруми. Кигуруми это очень такая теплая вещь. Лена, что там делаешь? И в этой квартире такого нет, мы заехали, и мне так понравилось, я прям сразу, не знаю, пожелала этому человеку, хозяину квартиры, наверное, долгих лет жизни, здоровья, никто так не готовил к квартиру, к заезду жильцов, здесь все было чисто. А вот кухонные шкафы, я снимаю на кухне, кухонные шкафы, они пустые, здесь ничего нет. Есть какие-то вещички, но они реально полезные, мы им тоже пользуемся, чисто, вот просто чисто, ходишь по полу, он чистый, ничем не пахнет, плита чистая, все идеально, но видно, что человек готовил квартиру. Я зашла в ванну, чистая ванна, чистые зеркала везде, пусть это не очень новое, но это действительно видно, что человек готовился, готовил квартиру. Плюс он купил стол, новый стол, совершенно новый стол на кухне, я вам покажу этот стол, я вам его поснимаю, я называю этот стол, он, конечно, красивый, и он, скорее всего, в языке, и, как мне кажется, он красивый, он очень минималистичный, симпатичный, я на нем работаю, за ним работаю, но я называю его стол-палач, потому что у него очень острые углы, просто вот везде, это стол, это один сплошной острый угол, и у меня все ноги просто уже в кровь, и сцарапаны этим столом, мне кажется, что когда-нибудь он просто нападет на меня, да, есть такие у него недостатки. Но, тем не менее, человек, блин, извините, меня купил новый стол на кухне, абсолютно новый. Друзья, первое, с чего я хочу начать, это вот с этого прекрасного, просто замечательного стола, который превратил мои ноги в крововое миссио, из-за того, что он очень новый, он просто прекрасный, мне очень нравится этот деревянный стол. Мне кажется, он все-таки из Икеи, выглядит довольно добротно, это мое рабочее место, и вот посмотрите просто, вот он весь вот в этих вот острых углах, здесь острые углы, он весь острый, кстати, вон кошка идет, и тут кошки тоже, холодильник с кошками, с бабосиками, и я назову его стол-палач, палачный стол. Это замечательный стол, это первое мое такое вот рабочее место за последние лет шесть, которое мне нравится, оно комфортное, моя спина не затекает, это просто прекрасно, я очень счастлива. А это пенек, это настоящий пенек, я не скажу, зачем он нужен, но это очень важная вещь в доме, и без нее нам нельзя. Холодильник также старый, но чистый, красивый, ухоженный, с черными котиками и бабочками, что тоже довольно мило. А если мы пройдем на... Да, если мы пройдем в комнату, то там тоже стоит довольно-таки старый шкаф, такая темная стенка, но она была абсолютно пустая. Вы не поверите, что это для меня значит, потому что когда открываешь шкаф в какой-то другой квартире, там всегда куча всякого холама, и ты не знаешь, куда бы так аккуратненько свои пять вещичек положить. А здесь ничего не было. Человек даже специально приезжал в отдельный выходной и забирал книги. Просто забирал книги, что нам было комфортно. Также в большой комнате, ну, большой, большая однушка, у нас просто одна комната, там постельный ковролин, потому что с полами там некоторые проблемы, они очень скрипучие, я даже, честно, боюсь смотреть, что там под ковролином. Ковролин, он такого приятного цвета, такой бежевый, и он был идеально чистый, он был пропылесошенный. Я знаю, мне кажется, что я говорю довольно банальные вещи, ну, в принципе, так и должно быть, да, но для меня это, не знаю, это так приятно, это так замечательно, и, в принципе, мы платим за квартиру не очень много, ну, и не очень мало, скажем так, но за эту цену, то, что мы сейчас платим, мы снимали жилье в гораздо более худшем состоянии, и также вид из окна, я вам также поснимаю, вид из окна, конечно, это вид не на лес, но это приятный вид, здесь у нас чисто южная сторона, здесь очень красивые закаты, и пусть вид все-таки немножко захватывает дома и какую-то такую урбанистическую цивилизацию, но меня это не раздражает, потому что там у нас стоят сосенки очень красивые, и там даже белочки иногда бегают. Такая совершенно обычная кухонька, но, тем не менее, все довольно чистенько, новенькая плитка, хорошая плитка, и пустые шкафы, я не буду вам их показывать, просто, верите, они пустые, и их спокойно можно заполнять новыми вещами, там кошачий лоток, я не буду показывать, потому что кажется, что он не очень чистый, ну, и кошачья миска. Также есть зеркало в полный рост, это всегда хорошо, мне всегда не хватало зеркала, просто всегда. Привет! Так, здесь Лин Босина, привет, скажи, как ты себя чувствуешь, Линда? Она просто хочет на улицу, поэтому она вот такое прошивленное немного лицо, такое грустное, типа, ты что делаешь, я же на улицу хочу, тем не менее. и пройдем в комнату, здесь довольно хороший, ну, очень приятно, здесь довольно хороший ковролин, он хорошего качества, неплохого цвета, так как на нем не очень видно собачью шерсть, но здесь чисто, поверьте на слово, здесь чисто, и, собственно, такая стеночка, очень классный стеллаж, я обожаю этот стеллаж, я на самом деле всегда мечтала о стеллаже, таком вот открытым, легком, без всяких стекол, без прочего, куда я могла бы положить свои какие-то хорошие, полезные, ну, как полезные, для меня полезные, да, вещи, и здесь, в общем, есть такая елочка, она мне очень дорогая, мне подарила ее моя сестра, поэтому она у меня стоит круглый год, на самом деле, она мне очень нравится, кисточки, фены, в общем, всякие мелочи, здесь мои книжки, я вам их показывала уже, еще часть книжек лежит на кухне у меня, тут украшения, духи, всякая мелочь, краска, всякие контейнеры, еще немножко книжек, и внизу, вот у меня, кстати, лежит вещь, который сделал мне Максим, это кожаный кошелечек, калт, калт, картхолдер, калхолдер, не калхолдер, и вот такая сумочка, замечательная сумочка на пояс, и на ногу одновременно, такая в стиле, лоркруфт, утяжелители, с которым я занимаюсь, и носочки, они не очень чистые, но я вам их показываю, потому что это моя жизнь, честно скажу, эта стенка, очень такая, громоздкая, старая, она немножко пугает меня, потому что кажется, если слишком очень быстро пробежаться туда, то она может просто рухнуть, старая, но что мне понравилось, хозяин оставил ее чистой, то есть внутри ничего нет, я вам просто даже покажу, здесь, это моя вещь, это обвязка скалолазная, но здесь просто все пусто, все вещи, что вы видите здесь, это наши вещи, просто наши вещи, вот если открыть даже шкаф, например, вот и все, кстати говоря, друзья, по-другому, насколько у меня много вещей, вот, это просто вешалки, это все мои вещи, это свитера, какие-то платья, какие-то кофты, жилетка скалолазная, не знаю даже, что это, ну в общем, тоже мне кто-то дарил, ой, она упала, ну и ладно, в общем, вот, это все мои вещи, вот, сколько их тут, ну, штук пять, наверное, плюс еще, вот, здесь есть полочка, здесь довольно все не очень красиво навалено, здесь, здесь вещи вперемешку, на самом деле, Максима и мои, ну, Максима здесь буквально пара футболок, какие-то леггинсы, здесь спортивная одежда, тоже пара леггинсов, шорты, в общем, все такое, в принципе, это все, и также у меня есть отдельный такой ящичек, с носками, там, трусяшками и прочим, вот, все, и это все, ну, собственно, кровать тоже старая, довольно-таки, но спится на ней удобно, я на ней вот в 9 часов 10 как ложусь, и я просто как убитая на ней сплю, она действительно очень удобная, не знаю, хотя она старая, она довольно-таки скрипучая, но почему-то вот такой парадокс, и мне на ней очень хорошо спится, вот, линдочка лежит, я особо не буду показывать, это не мои владения, это не моя территория, я сюда не влезаю, я давайте лучше покажу вам линдочку, прихожую, немножко часть прихожей, и покажу вам вид из окна, сейчас как раз солнышко, мы можем вообще обратить внимание на то, насколько вот в этом месте все чисто, то есть это газончик, он очень коротко постриженный, и здравствуйте, не материтесь, пожалуйста, и кстати говоря, вы можете посмотреть вот туда вот, вы видите людей, они там убираются, это дворники, это для меня просто что-то с чем-то, вид на сосны, на домики, в общем-то, и на школу, вот то, что за этим заборчиком, это школа, это ее территория, как бы, но собачники, и вообще дети, там просто люди, они часто гуляют на территории школы, это нормально, у нас лично, вот, и мне очень нравится вид на сосны, я обожаю сосны, на них, кстати говоря, живут белочки, и всегда поют птицы, вот как сейчас примерно погода, ну замечательно, вы посмотрите, такая хорошая погода, кстати, Линда сюда пришла, сейчас покажу, замечательно, кстати, помните, если вы читали мою статью на Дзене, про участок возле школы, где просто ужасный срач, в общем, он где-то вот там, подальше, на углу этой самой школы, он там, несмотря на то, что все здесь вот так вот чисто, там вдалеке есть этот ужасный участок, поэтому город не идеальный, но мне очень нравится, сейчас покажу вам еще Линдушу, балкон тоже достаточно старый, там лежат, вот, кстати говоря, наши коробки, да, привет, здравствуйте, здравствуйте, мадам, как ваши дела, да, Линдуш, да, скажи, я на улицу хочу, а ты тут своими влогами занимаешься, как так, плохая хозяйка, я очень нравится лежать на балконе, потому что ей сейчас всегда будет жарко, да, покажи зубки, Линда, какие у Линды зубки, такие жубки, какие хорошие, так, все, друзья, попрощаюсь с вами лицом, страшно звучит, это был такой краткий экскурс по моей маленькой скромной квартирке, я считаю все-таки скромной, но довольно минималистичной, все-таки ухоженной, милой, я очень постараюсь держать ее в чистоте и не в обиде, что касается вещей, и перед переездом я стабильно выбрасываю все, при этом в этот раз я вам уже говорила во влоге, переездном влоге, что я не беру зимние вещи, не беру сапоги, потому что они все очень-очень старые, это просто уже, не знаю, стыдно носить, и лучше купить новую, поэтому мы вообще переехали, можно сказать, налегке, и все равно мне кажется, что у меня слишком много вещей, вы знаете, еще буквально недавно мне на глаза попалась статья какого-то мужчины, по-моему, он из Китая или из Японии, у него всего 50 вещей в доме, при этом у него есть ноутбук, планшет, телефон, то есть он ведет свой блог, он такой очень социально активный, скажем так, человек, но что касается какого-то быта, у него около 50 вещей всего, у него диван, не диван, а как-то это надувная кровать, и всю свою одежду он покупает в магазинах спецодежды, соответственно, то есть это обычный свет, это не камуфляж, как у меня, например, это какая-то светлая, белая, желтая одежда, которая не выцветает, которая легко стирается, и в принципе достаточно долговечная, потому что вообще спецодежда это очень долговечная вещь, ну и камуфляж, да, это отдельная, конечно, история, так что вот такие вот у меня впечатления о переезде, позитивные, Линда, что там делаешь? Я не могу еще окончательно войти в съемочную клею, в писательскую, я, ну, достаточно мало сейчас спешу, читаю, и вообще как-то уделяю время хобби, потому что у меня положительный стресс, это однозначно, после 9 вечера я засыпаю, я просто без ног валюсь, и вот буквально сегодня я только начала полноценно снимать видео, вчера я написала статью свою первую в дзен, надо потихоньку все-таки вливаться уже, блин, в реку. Друзья, я вам обязательно еще поснимаю виду моего города, какую-нибудь прокулку, может быть, вам сниму, покажу наши дорожки, тротуары, в общем, покажу вам действительно, за что я люблю этот город, за что его не люблю, потому что город все-таки не идеальный, не бывает идеальных городов, здесь тоже есть мусор, здесь есть быдло, алкаши здесь, все это присутствует, но положительное действительно перевешивает отрицательное, поэтому все, друзья, у меня холодильник, тут начал работать, как бы звук не стал хуже. Ладно, все, давайте прощаться, я желаю вам всего самого светлого, весеннего и доброго, потому что весна, потому что тепло, и нельзя грустить, когда за окном весна, это я себя тоже, себя тоже так успокаиваю, чтобы я тоже не грустила. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой паблик вконтакте, если у вас есть какие-то запросы, всегда оставляйте, я все просматриваю, особенно интересный, я всегда записываю ежедневник и потом снимаю видосы, все, давайте, пока-пока, всех обнимаю.